На русском радио дневники шелкового пути. Сегодня мы мчим по Казахстану, бескрайние степи, просто раздолье для пилотирования автомобиля. Мы заехали в степь километров 20 до какой-то более-менее дороги, все остальное сейчас жутко размыто, потому что идет дождь. Спасает, конечно, полный привод, но сегодня нужно прям думать головой, когда едешь, проходишь контрольные точки. Ну что, мы находимся на Бивуаке в Астане, и это наш победитель Максим из города Тамбова, который ответил на все вопросы правильно в эфире русского радио, и сегодня его доставили с почестями. Сегодня весь город вообще перекрыт, честно говоря. Вот, поэтому я только-только прибыл, время местного где-то полдесятого. Вот, расскажи о впечатлениях. Вообще все круто, я переживал, наверное, даже больше, чем сами участники ралли. Круто. Играйте, звоните, все будет хорошо. Итак, как начинается утро? Утро начинается где-то в 4.20, в 4.30. Тихонечко начинает народ просыпаться. Сейчас 5, начало 6. Бивуак. Обычно он расположен на территории какого-нибудь аэродрома. Сейчас мы на территории международного аэродрома Астана. Я получил сухие пайки. О них расскажу чуть-чуть попозже. Ну, а гонщики, соответственно, также проверяют последние штрихи своих автомобилей и стартуют. Мы поехали. Семей впереди. Итак, сегодня у нас Казахстан. У нас снова степи. Мы готовимся, конечно, к сложному этапу. Мы готовимся к пескам и тюнам. Как говорят сами гонщики, это один из важнейших, интересных и сложных этапов. Сегодняшний спецучасток состоит из многочисленных скоростных участков в совокупности с техникой и мастерством галатирования каждого экипажа. Мы сейчас помогаем нашим коллегам и друзьям восстановить гоночный автомобиль. Ну, а я следую другому правилу. Кто не помогает, тот мешает. Поэтому я пока перекушу. Субтитры создавал DimaTorzok